Всем привет, это Spacer от Just5. Вы все знаете эту компанию, она стала известной благодаря своим в кавычках телефонам для бабушек и самый известный из них Just5 Brick, дизайн которого делала студия Артемия Лебедева. Спейсер это первый андроид опыт компании Just5, опыт который не отличается хорошими характеристиками или качеством применяемых материалов. Это бюджетный телефон, который в России стоит не больше и не меньше 5000 рублей. Спейсер имеет большой 5-дюймовый дисплей разрешением 540 на 960 пикселей. Вообще большой экран, по-моему, стал эталоном бюджетных смартфонов. Чем это вызвано? Не знаю, людям хочется побольше и подешевле, в принципе стандартная логика во всем мире. Экран у телефона не самый лучший. По официальной информации он имеет IPS-матрицу, но вот углы обзора очень слабые. Зато задняя часть смартфона очень неплохо смотрится. Я бы сказал, очень хорошо смотрится. Естественно, это обычный пластик, но во-первых, это пока самый практичный материал для смартфонов, а во-вторых, в комплекте вместе с Just5 Spacer абсолютно безвозмездно идет вторая сменная панелька. Так что если одну разбили, взяли да поставили вторую. Ну а модные кавалеры могут менять каждую неделю, не разбивая при этом. Кстати, несмотря на все недоверие к дешевым смартфонам, Spacer имеет хорошую сборку. Аппарат не хрустит и не люфтит, хотя даже у среднебюджетных устройств от Samsung наблюдались подобные вещи. Ну и вообще, по ощущениям, аппарат крепкий. Одним словом, практичный, но не только в этом. Тут стоит два модуля под сим. Обе карточки могут одновременно работать при условии, если одна из них всегда находится в 2G-режиме. Вторая может быть тоже в 2G-сети, либо в 3G. Само устройство на момент обзора работало под управлением Android 4.2.2. Это далеко не последняя версия зеленого робота, но для бюджетного телефона это вполне ожидаемый потолок. Под экраном расположились кнопки корейского типа, то есть кнопка назад справа, а слева кнопка, открывающая параметры. Так решили в Samsung и LG, а Just5 их поддержали. Мне не нравится подобное решение, но я вообще не люблю выносные за экран сенсорные кнопки, так что идем дальше. Spacer работает на 4-ядерном процессоре от Mediatek, частота 1,3 ГГц. Внутри 1 ГБ оперативной памяти и 4 встроенной. Естественно, есть разъем под флеш-карту. В Antutu Just5 показал 17 тысяч баллов. Результат для бюджетника более чем отличный. К тому же почти все игры, если не все, идут на нем без тормозов. Dead Trigger 2, пусть и не с лучшей графикой, показала себя не проседая. Спереди установлена 2-мегапиксельная камера, вполне стандартная, без сюрпризов. Сзади также без сюрпризов, 8-мегапиксельная камера. Бюджетненькая, при хорошем солнечном освещении могут получиться неплохие снимки. Но в целом, если не смотреть на цену, камера один из главных минусов телефона. Потому что как фото, так и видео Just5 снимает слабовато. Интересно, что видео пишется в формате Full HD. Как все это можно подытожить? Цифра 5, безусловно, подходит этому устройству. 5 тысяч рублей, 5-дюймовый экран, компания Just5, то есть 5. Символично, я не могу рекомендовать спейсер к покупке, так же, как и не могу не рекомендовать. За свои деньги телефон получил ровно то железо и те характеристики, которые заслуживает. Но это один из самых дешевых Android смартфонов на российском рынке. К тому же он неплохо смотрится и имеет тоже неплохие характеристики. Продолжение следует...